Местописание, которое хочу предложить сегодня вашему вниманию, братья и сестры, первое послание Петра, 4 глава, 10 и 11 текст. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Человек всегда кому-то служит. Или он служит Богу, или он служит людям, или он служит самому себе, или он служит дьяволу, или он служит партии, или мамоне, или кому или чему угодно. Навсегда человек кому-то служит. Мы живем в очень интересное время, в прекрасное время. Время действия Божьей благодати. Бог дал нам возможность родиться и расти в это время. Во время действия Божьей благодати. И эта благодать, она произошла, евангелист Иоанн говорит в 1 главе 17 текстом, благодать же и истина, они произошли через Христа. Потому что Иисус Христос есть подарок Бога Отца с неба для всего человечества. И всякий человек, который принимает веру, это подарок от Бога, он становится прощенным, спасенным, он становится новой тварью. Поэтому апостол Павел говорит, что мы благодатью спасены, и сиение от нас, это Божий дар. И вот здесь апостол Петр в этом тексте, в 11 или в 10 тексте, он говорит, что эта благодать, она даже очень многоразличная, благодать Божья. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли посмотреть на эту многоразличную Божью благодать. Прежде всего, задам вопрос, кто может Богу служить? Наверное, напрашивается естественный ответ. Служить Богу может всякий прощенный грешник. Богу служить неспасенный человек не может. Жертвы приносить Богу такой человек не может, потому что это мерзость перед Богом. Поэтому Богу служить может всякий прощенный грешник. И эта возможность Богом предоставлена всякому человеку, живущему на этой земле сейчас. Мертвые уже не могут служить Богу, так как живые это делают, потому что живой, только живой прославит тебя. И когда я задаю вопрос, Господи, а чем лично я могу Тебе служить? Мы называем иногда вещи, вот как в Писании сказано, может быть раз или два, это слово подрепляется в Божьем Слове. Богослужение. Что это такое? Богослужение. Как я могу Богу служить? Чем я могу Богу служить? Братья и сестры, ответ для меня, я думаю, что для каждого из нас сокрыт послание апостола Павла о Римлянам, 1 глава, 9 текст. Послание о Римлянам, 1 глава, 9 текст сказано так. Свидетель мне Бог, которому служу Духом Моим в благовествовании Сына Его. Вот чем мы можем служить Богу. Мы можем Богу нашему служить нашим Духом. Почему? Почему Павел делает это заявление? Свидетель мне Бог, которому служу Духом Моим. Да потому что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Они должны этому Богу в Духе Своем поклоняться. Почему? Потому что наш Дух – это среда и место обитания Божьего Духа, Святого Духа, самого Господа. И таких поклонников Отец ищет себе. Вот почему это так важно. И апостол Павел сказал, что я Духом Моим служу не людям, а Богу служу. Вот это Богослужение. Моего Духа, моему Господу. И когда мы откроем книгу пророка Малахии, мы рассматривали несколько времени эту книгу. И здесь, друзья, есть очень интересное место. Во второй главе книги пророка Малахии, 15-й текст, есть фраза, которую употребляет Господь. Итак, берегите Дух Ваш. В 16-м тексте сказано, наблюдайте за Духом Вашим. Мы должны быть очень предельно внимательны к тому, что происходит внутри нас. Что и что наполняет нас, Мой Дух. Вот тогда будет и Мой Дух таков. Поэтому это очень важно, друзья, уяснить себе одну истину, что я Богу Моему служу Духом Моим в благовествовании Сына Его Иисуса Христа. Это Богослужение. Поэтому апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 5-й текст. Посмотрите, что сказано, 5-й глава, 16-й, 7-й текст. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы не знаем больше Христа по плоти. И Иисус Христос родился, прожил эту жизнь, ушел на крест, воскрес и вознесся на небеса. И мы Христа по плоти больше не знаем. Мы знаем Христа в Духе. Мы знаем Бога в Духе, потому что Бог есть Дух. И соприкасаясь с нашим Духом, Бог производит в нас эти прекрасные изменения. Подобно образу Сына Его. Но если бы только мы были одни, я один, или кто-то из вас один на этой земле и Бог, мы могли бы сказать, что эти отношения происходят только между Богом и между мной. Братья и сестры, но на этой земле Иисус Христос основал свою церковь, головой которой является только Он. И эта церковь принадлежит только Ему, потому что Он купил себе эту церковь ценой Своей крови. Он приобрел ее себе. И Он стоит во главе церкви. Кто являемся мы теперь? Мы теперь являемся телом Его? Другими словами, каждый из нас, являясь членом церкви, является частичкой этого тела. И у каждого из нас разные функции и разные дорывания. Но Господь показывает нам в примере нашего организма, обыкновенного тела человеческого, как происходит взаимодействие всех органов, всех членов тела с головой. Что все члены и все органы в этом теле, они подвластны, находятся под контролем головы. Они находятся в полном подчинении головы. Иначе, иначе об таком человеке говорят, что он не дружит с головой. Потому что действия его какие-то странные, интересные, непонятные. Он не дружит с головой. Когда член церкви или человек верующий выходит из повиновения Иисусу Христу, соответственно и жизнь потом такая, и действия, и поступки такие, когда я выхожу из повиновения головы моей, Иисуса Христа, как начальника моего. Братья и сестры, зависимость от головы – это очень важная деталь. Это стержень, на котором строится вся моя жизнь. Но находясь в церкви, находясь в теле, находясь в организме, апостол Павел раскрывает нам эту интересную зависимость каждого друг от друга. Почему? Потому что мы нуждаемся друг в друге. Мы не можем существовать отдельно друг от друга. Потому Иисус собирает нас вместе, называет это церковью и говорит, это организм живой, в котором каждый член должен переживать, заботиться о другом, о соседе, о братья, о слабшем. И вот в этой церкви Господь, рождая детей себе, дает дарования этим детям. Интересно то, что эти дарования Бог дает так, как только одному Ему угодно. Учитывая все, самого человека, учитывая его способности, потенциал, учитывая все, что есть в человеке, Бог, смотря на это, хочет употребить меня и тебя. И когда мы читаем первое послание Коринфянам, 12 глава, мы читаем 11 текстом следующие слова. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя». Заметьте, братья и сестры, это слово каждому особо, как ему угодно. Если ты становишься, Илья, Божьим детем, если мы становимся новой тварью, если мы становимся причастниками Божьего естества, членами его тела, Бог дает каждому человеку свое дарование. Дает так, как ему угодно, но не через одного или кому-то отдельно, а Бог дает каждому человеку. Весь вопрос, знаю ли я то, что Бог мне дал? Раскрыл ли я то, что Бог мне дал, и употребил ли я это, то, что Бог мне дал, для Его славы? Может быть, заканчивается моя христианская жизнь и уже земная, а я до сих пор не знаю, что Бог мне дал. Какой дар? И для чего? Братья и сестры, когда я открываю послание апостола Павла Эфесянам, 4 глава с 7 текстом сказано так. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Слово «благодать» в этом тексте Писания употреблено в смысле дар, дарование. Каждому же из нас дана благодать, дан дар от Бога по мере дара Христова. Братья и сестры, друзья мои, для чего Бог наделяет человека дарами? Естественно, для служения. Бог наделяет человека определенным даром для назидания и созидания тела Христова и его церкви. И чтобы то, что Бог дает человеку, оно было употреблено этим человеком и приумножено для Божьей славы. Как много людей, друзья мои, как много верующих сегодня находится в положении раба, который закопал, пошел то, что Бог дал ему, спрятал, и ему так уютно и тихонько, он не наработался, нет. Он оказался ленивым, негодным и лукавым рабом. Почему? Потому что то, что Бог ему дал, он не употребил для Божьей славы. Что он сделал с ним? Он прикарманил его, спрятал, а потом решил вернуть хозяину. Это нечестно по отношению к Богу. И поэтому, когда мы читаем этот текст, что апостол Петр говорит, что мы обязаны тем даром, который мы получили от Бога, служить друг другу. И результат этого служения, результат этого служения, мы находим в этом же послании Петра, когда мы читали, «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Вот результат. Вот к чему должно привести наше служение нас. Служение друг другу. В церкви происходит служение друг другу. И вот здесь каждый должен служить друг другу тем даром, который получил. А получил каждый. Так мы прочитали в Слове Божьем и одно и два местописания, и их очень много есть. Что каждому из нас дано, каждый получил, каждому Дух Святой дал, как ему угодно было. Но знаю ли я то, что Бог дал мне, и употребляю ли я это для Господней славы? Служите друг другу. Что моя, в чем заключается моя задача? Моя задача заключается в исполнении одного этого слова. Служите. 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 Весь вопрос, служу ли я. Как это происходит? Как это происходит, вот это служение друг другу? Как это происходит, вот это созидание тела Христова в церкви в одно целое? Как происходит? Братья и сестры, давайте мы прочтем послание Ефесянам, 4 глава, 4 глава, 16 текст. Посмотрите, апостол Павел говорит здесь, из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, и заметьте, это место писания, при действии в свою меру каждого члена. в церкви, в церкви, это не как на стадионе, нет. Когда 22 человека бегает в футбол, а 22 тысячи смотрят, как они играют в футбол, в церкви не так. В церкви происходит совместное служение, совместное поклонение, совместное назидание друг друга, каждого, тем даром, который получил. Это не задача присвитера, это не задача только дьяхона, это не задача Христов, нет, это задача каждого члена церкви служить друг другу тем даром который получил но служить мы можем не только здесь служить мы можем за пределами этого помещения тем даром который получил бог знает наши возможности бог знает наш потенциал поэтому он дает для служения что бог дает для служения братья и сестры посмотрите что мы читали в этом послании апостола петра каждый служит служит ли кто служит по силе какую дает кто бог и так силу для служения дает бог в другом месте писания апостол павел говорит что способность эту быть служителями нового завета служителями благодати служителями духа не буквы дал нам бог бог дает и способность бог дает и силу для совершения определенного служения а вот теперь наверное главный вопрос так каким же тогда должно быть мое личное служение и прежде всего друзья мое служение оно должно быть господу угодным другими словами мое служение оно должно быть бога угодным чтобы бог точку там поставил свою знак своего одобрения знак благосклонности своей и милости потому что я делаю перед его святым лицом и когда я смотрю на высочайший пример служение на иисуса христа то его посла евангелие от иоанна 8 глава 29 текстом иисус христос говорит а пославший меня есть со мною отец не оставил меня одного ибо я всегда делаю то что ему угодно то что я делаю в моей жизни всегда всегда ли оно угодно богу другими словами однажды человек подошел говорит как дела твои игры слава богу он говорит мне все ли твои дела слава богу или не все мое служение которое совершаю оно угодно богу или нет потому что иисус христос он служил своему отцу и всегда делал то что ему угодно было заметить друзья он не стал на службу у людей хотя он служил людям людям служил но на службе у людей он не был другими словами он не был на поводу у людей он был под властью на отцу своему и вот однажды пришли люди ко христу евангелие марка 12 глава 12 глава евангелие марка 14 текст они же придя говорят ему учитель мы знаем что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо или не смотришь ни на какое лицо но истина пути божий учишь иисус христос он угождал отцу своему исполняя его волю но служил людям и не смотрел никогда ни на какое лицо у бога нет лицеприятия и господь желает чтобы мы были такими чтобы служение которое мы совершаем перед богом оно было богоугодным когда мы читаем послание апостола пала колоссянам 3 глава и все что вы делаете 17 тех словом или делом все делайте во имя господа иисуса христа мое служение оно должно совершаться во имя иисуса христа для господа и его славы только так оно должно происходить от всего моего сердца от всей моей души с радостью братья и сестры иногда бывают очень неугодные богу служения я вспоминаю когда господь обличал свой народ пятьдесят восьмой главе книги пророка исаии они постились бог не слышал и бог когда перечисляет перечисляет их неправильные действия их жизни говорит это ли назовете его постом угодным господу иногда бывает жертвы они богу неугодны иногда бывает дела жизнь моя служение богу неугодным вот почему подходя к служению я должен отчетливо понимать и знать что это служение угодно господу хотя буду служить или служу людям друзья служение которое мы совершаем пред богом оно должно происходить так как сказал однажды захария когда открылись его уста посмотрите что говорит захария 75 текст первой главы евангелия луки служить ему в святости и правде при нем вот как должно происходить наше служение в святости и правде пред богом потому что бог святой и наше служение пред его лицом должно быть святым и честным братья и сестры еще один момент мое служение оно должно всегда всегда быть бескорыстным когда я открываю первое послание к коринфянам 9 глава 18 текст посмотрите апостол павел говорит за что же мне награда за то что проповедуя евангелие благовествую о христе безмезно не пользуясь моей властью благоествования апостол павел и мог бы иметь что-то от церквей от верующих но он предпочитал чтобы его служение было бескорыстным и вот однажды когда заканчивалось его служение он собирает пресвятеров из Ефеса в Мелит 20 глава Деяния апостолов и говорит и в следующие слова с 32 текста и ныне предаю вас братья Богу и слову благодати Его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными ни серебра ни золота ни одежды я ни от кого не пожелал сами знаете что нуждам моим и нуждах бывших при мне послужили руки мои сии во всем показал я вам что так трудясь надобно поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса и он сам сказал блаженнее давать нежели принимать это было кредо жизни апостола Павла на этом он стоял и он задает вопрос за что теперь наградам не будет а вот наградам не будет за то что я мог воспользоваться этим но отказался добровольно и я знаю и Павел знал что придет тот день в небесах когда Господь даст ему полную награду из рук своих чего сегодня я ожидаю от своего служения я ожидаю похвалы я ожидаю почестей я ожидаю славы я ожидаю сана погонов чего я ожидаю сегодня от своего служения которое я совершаю пред Богом я ожидаю одного встречи с моим хозяином которому служу встречи с моим отцом встречи с моим Господом который однажды за то что я сделал на этой земле перед его лицом во имя его от всей души и сердца даст мне награду вот чего я ожидаю по человечески как сказал брат недавно хотелось бы да чтобы после проповеди подошли к тебе люди 1, 2, 10 сказал какая проповедь спасибо брат как спел чудесно но это слава нам но не Богу но от нашего служения должен Бог прославляться через Иисуса Христа Господа нашего мое служение оно должно быть всегда добровольным не так ли мое служение оно должно быть доброохотным представьте себе картину если стоит дома у умывальники непомытая посуда и я говорю дочери своей доченька пойди помой посуду она пошла и это сделала скажите что особого она сделала ничего она исполнила только приказ но вот если бы эта дочь сама увидела что в умывальнике стоит гора немытой посуды и сделала это друзья вот это награда вот это похвала от отца от матери вот это то что она добровольно сделала увидев это друзья если мы видим нужду в каком-то служении и делаем это сами вот за это нам награда но если мы только исполняем то что нам верено или кто-то нам сказал это делать награды не будет потому что я исполняю уверенное мне служение так говорит апостол Павел как бы мне хотелось друзья чтобы если мы получили определенное служение от Господа определенный дар чтобы мы его исполняли и это Павел сказал Тимофею исполняй служение чье друзья твое не соседа нет иди в своей упряжке ту которую Бог тебе дал тот дар который дал тебе Бог им служи служи ближним своим не угождая никому из людей итак братья и сестры апостол Петр сказал в этом тексте Писания чтобы мы служили друг другу каждый тем даром какой получил как добрые домостроители различной благодати Божьей кто такой добрый домостроитель это тот прежде всего который на камне строит который на Христе строит свое строение это тот который строит из драгоценных камней это тот который в своем служении верный до конца оказывается это тот друзья который работает на созидание недобрый домостроитель он строит не из драгоценных камней и он работает на разрушение потому есть возмездие и есть награда за труд еще два места Писания читаю и мы будем молиться первое послание Коринфянам третья глава апостол Павел говорит но каждый восьмой текст получит свою награду по своему труду друзья мои мы сегодня рассматриваем вопрос не спасения мы сегодня рассматриваем вопрос служения и награды за это служение и апостол Павел снова здесь употребляет это слово каждый получит свою награду по своему труду на 20 долларов отработал это образно получишь 20 отработал на 1020 получишь 1020 у Бога нет лицеприятия у Бога нет познакомства в облату у Бога нет любимчиков приближенных нет у Бога их здесь на земле к сожалению есть но у Бога нет у Бога мы все тело Его члены Его тела которые должны в этой жизни служить друг к другу находясь на службе у Бога дорогое собрание величайший пример служения это Иисус Христос и Он пришел для того чтобы не Ему служили а чтобы послужить величайший пример служения апостолы которые жизнь свою отдали в служении величайший пример подражания те верующие христиане которые раньше нас ушли в небеса которые достойны подражания это примеры для нас величайшие примеры жизни поэтому призывает нас апостол Петр служите служите всегда служите везде служите тем даром который получил мужья служите вашим женам жены служите вашим мужьям дети служите вашим родителям родители детям члены церкви служите друг другу Служите Богу, потому что есть за все это награда. Итак, каждый из нас, апостол Павел говорит нам, даст за себя отчет Богу. Мы сейчас будем молиться. Я так хотел бы, чтобы мы понимали, что придет время Божьего судилища, Христово судилища для Его Церкви. Там будет гореть все ненужное, там будет анализ моей жизни, там будет потеря всего того худого, что я сделал, и там будет позитив. Вот это доброе, что я сделал во имя Господа для моих ближних. Мы помолимся. И так хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня задал себе этот вопрос. Господи, я Твое дитя? Твое. Что я получил от Тебя? И служу ли я тем, что я получил от Тебя моим ближним? Аминь. Спасибо. Спасибо.